Ну что ж, наконец-то мы дождались этого момента, начинается главный поединок WFC 50 Александр Емельяненко против Тони Джонсона. Тяжелая весовая категория, напомним вам, что это трехраундовый формат, 3 по 5 минут. Ну и начинается бой, очень интересно, конечно. Слева попадает Джонсон, сразу посмотрите, какие быстрые руки у американца. Попробовал джеб, но сближаться не стал. И двойка от Александра. Он неносно просто выбрасывает он эти удары. Очень хорошо. Сейчас с передней руки также попадает Александр. Очень хорошо задергал своего соперника Тони Джонсон в одном из предыдущих эпизодов. Левый и боковой, с дистанцией, с смещением в сторону от Александра Емельяненко. И обмен ударами. Очень опасно и тревожно за российского тяжеловеса. О, сейчас, сейчас, да. И побело в Тони Джонсона. Так вот в этой фальконе получается серия ударов от Александра. Вновь попадает Емельяненко. Два, три, четыре удара. Пока что все по защите. Ну, в последнем эпизоде. Посмотрите, справа попадает Александр. И оказывается на настиле Тони Джонсон. И буквально спасается сейчас Тони в работе вторым номером. Встойкий назад. Встойкий Александр Емельяненко просто сейчас доминирует. Продолжает он раздергивать соперника еще один. И посмотрите, как он умерет. Он пытается броситься вперед Тони. Очень опасно, конечно, Александр на средней дистанции. Вот и был точнее. Обменивался с Тони Джонсоном. Попал сейчас тяжело слева Тони Джонсон. Очень тяжело. Александр взял такую небольшую паузу после пропущенного удара. Прижимается к сетке Джонсон. Всего лишь две минуты боя позади. Еще одна серия обоюдных ударов. И попадает опять слева Джонсон. Но также отвечает Александр. Продолжает давить. Справа дважды попадает Александр. Обоюдные попадания с передних рук. Причем попадания очень жесткие. И силовые джебы. Вновь серия ударов. Слева Александр соперника достал. Идет вперед. В клич. Ну и здесь. Что будет здесь? Будет ли пытаться Джонсон переводить соперника в партер? До этого ему этого не удавалось. Ну и здесь в кличе. Слева цепляет Александра Тони Джонсон. Правый прямой. Затем левый. Точно в цель зашел. Продолжает свое присоединение. Слева цепляет Александр. Да, Джонсон будет опасен до самой последней секунды этого боя. Еще один правый. Пятница Тони Джонсон отвечает двойкой. Но в таком ключе этот бой просто не может долго продлиться. Еще одна серия попаданий. Пытается в борьбе спасить Джонсон. И забирает атакующее положение. И есть первый тейкдаун в этом бою. Джонсон действительно очень своевременный тейкдаун проводит. Тут работа локтем за полторы минуты до конца. Очень тяжелый Тони Джонсон. 128 килограмм он показал на весах. И невероятно тяжело будет Александру выбраться из-под американца. Включает локти американец. Да, пока что не пытается улучшить свою позицию из данного положения. В общем, получается у него выбрасывать безамплитудные, но все же очень болезненные попадания. Начинается последняя минута первого раунда. Ну и все уже привыкли, что Александр, оказываясь на спине, очень грамотно вяжет своих соперников, принимая минимальный ущерб на себя. Ну а вернувшись в стойку, он доводит все до досрочной победы. Но как будет сегодня? Тони Джонсон очень активен. Даже в этой позиции он не даст сопернику шанс в суде поднять стойку. И очень серьезный локоть попадает. Доходит до цели в исполнении Джонсона. Продолжает атаковать Тони Джонсон. На спине по-прежнему Александр Емельяненко пытается вязать, прижимать к себе соперника. Но, да, лучше уж, наверное, просто дождаться окончания раунда и попытаться все сначала начать во втором отрезке боя. С Пештой несерьезные пропущенные удары, нетяжелые, то здесь было очень опасно. И сразу справа через руку попытался Джонсон достать своего соперника. Перестрелка сближается. Александр вновь идет в борьбу Тони Джонсона. И удается ему осуществить перевод на настил. Прихватил соперника Александр за шею. Очень тяжело будет из-за этой ситуации через руку завершить повышающий прием Александру. Учитывая всю ту мощь весовую от Тони Джонсона, все те возможности физические от американца. Ну и тут Джонсон принимается за работу. Граунд энд паунд, добивание, позиция халфгарда. И все 128 килограмм американского файтера сейчас нависают над Александром. Пытается Джонсона освободить правую ногу, для того, чтобы выйти на боковое удержание. Одновременно работает он с руками Александра Емельяненко. Давай, давай, давай. Давай ударить, подпьем. Ударов пока что мы не видим, но готов подключить левый локоть Тони Джонсон. Буквально прочесал он дважды по Александру, по лицу Александру. И вот здесь уже есть серьезное попадание. Посмотрите, как тяжело приходится Александру. Да, не удается Александру Емельяненко сбросить в себя соперника. Очень серьезный локоть очередной доводит до цели Тони Джонсон. Да, он никуда не торопится, он понимает, что ему просто можно лежать на сопернике, и минимальное количество шансов будет выбраться из-под такого давления. Еще одно попадание локтем. Очень жесткие попадания на коротке от Тони Джонсона. Да, ему совсем не нужна амплитуда вот сейчас, отжимается он буквально от Александра и вновь включает свой левый локоть. Александр находится в беде. Посмотрите, насколько много ударов локтями он принял на себя. Там есть и рассечения. Там есть и гематомы. Две минуты до конца второго раунда у нас остается. Нет никаких предпосылок того, что Александр сможет выбраться из-под американца. Очень комфортно располагается. И посмотрите, рэпери поднимают бойцов в стойку. Залито просто кровью лицо у Александра Емельяненко. И сейчас в клетку будет приглашен доктор Михаил Царьков. Очень серьезное рассечение у Александра. И вот в эти просто невероятные, невероятно опасные удары локтями на короткой дистанции с минимальной амплитудой. Да, бой, бой можно продолжать. Идет вперед Александра Емельяненко и готовится к очередному проходу в логе Тони Джонсон. Американца тоже серьезная гематома под левым глазом. Попадает джебом Александра Емельяненко. Продолжает идти вперед. Какой удар! Влетает Капа у Джонсона. И бросается он в логе и сбрасывает на настил Александра. И все-таки обходит в сторону. Вот эти моменты пробелов в защите от борьбы у Александра не имелись еще и в предыдущих боях. А все-таки Капа вылетела у Александра Емельяненко. Возвращает ее рефери сейчас на место. На место и позицию, конечно же, сохраняет. Чуть более минуты у нас остается до конца второго раунда. И снова доминирующую позицию занимает Тони Джонсон. Ищет амплитуду для нанесения ударов американец. Есть одно попадание с локтем. Александр обороняется и вяжет соперника, дожидаясь того, что бой вернут в стойку. Но больно активен Тони Джонсон. Да, и раз за разом он так выскальзывает из объятия Александра Емельяненко. И сразу бивает очередной удар локтем. Время уходит. И работает оно сейчас на Тони Джонсона. Он выигрывает этот раунд. И позволю себе предположить, что первый он проиграл. И вообще, ну, конечно, лично я болею. Думаю, что уважаемые зрители тоже в основном за Александра Емельяненко. Так и российский прославленный боец. Но отдадим должное Тони Джонсону. Сколько он выдержал, сколько вытерпел. Огромное количество попаданий принял в первом раунде. И постепенно сумел переломить ход этого боя. Как бы этот бой не завершился, мы с уверенностью можем сказать, что действительно Александр Емельяненко в этом бою встретился. Самая серьезная позиция. Есть дейкдаун. Александр его проводит. Ворвался на ближнюю дистанцию с серией ударов Александра Емельяненко и затем удалась его подсечка. И сразу же Александр принимается за дело. Он поддавливает своего соперника. Понимает Емельяненко, что это его шанс навязать свой высокий темп и ударную огневую мощь сейчас. Пока Тони терпел. Серия ударов. Пятится Тони Джонсон. Постепенно смещаясь в левую от себя сторону. Еще одна комбинация от Александра. Джонсон отвечает. Но американец понимает, что счастье в борьбе ему надо искать. Заживает буквально у сетки сейчас Емельяненко своего соперника. Ну и при этом огразнулся джебом Тони Джонса, перекрывшись. Правда. Двойка. Еще раз вправо добавляет Александра. Еще раз. И опекот. И боковой. Еще один боковой. И жесточайший правый. Левый боковой. Потрясет Тони Джонсона. Оба. Выбросили удар. Справа попадает Александр. Снова выплевывает капу. Возвращает ее на место. Вы посмотрите, какая способность держать удар у американца. Сколько же он атак соперника принял на себя. От второго удара, который пришелся по защите. Джонсон продолжает пятиться. Еще одна комбинация. Все по защите. Перекрылся. Тони Джонсон. Сил у него, судя по всему, осталось совсем немного. Правда. Чистое попадание. Еще одна комбинация. Сколько же ударов вбил в голову Тони Джонсона Александра Емельяненко. Кто-то невероятнейшим образом остается на ногах. Вновь справа. Уже буквально явным вторым номером просто выживает Тони Джонсон и при этом два удара выбрасывает. Обессилевший американец просто целиком и полностью отдает пространство Александру Емельяненко. Да, уже в третий или четвертый раз выпадает Капова Александра. Рэпери делает ему замечание. Тем временем половина третьего раунда у нас позади, уважаемые друзья. И самый интересный момент в этом поединке. Продержится Тони Джонсон на ногах. И сумеет ли он провести тейкдаун, который как-то может спасти его в данной ситуации. Четвертый раз. Да, пока что мы наблюдаем форменное избиение клетки, которая периодически прерывается выпадающей Капой. Вероятно, сломан нос у Александра. Тяжело ему дышать. Из-за этого он выкрывает Капова. И прекратить практически закрыт правый глаз. Также Александр Емельяненко. И на себя буквально бросает Александр. И накрывается в этой ситуации. Да, движение атакующее, судя по всему, в борьбе было у Александра. Он уже однажды бросил так по ходу боя Тони Джонсона. Но сейчас его постигла неудача. Больно уж тяжел Тони Джонсон. Выбраться отсюда будет очень тяжело Александру. Движи подсказывают Александру. Но, учитывая, что происходило в клетке в первые три минуты этого раунда, Тони Джонсону надо будет сейчас просто бить, не переставая, чтобы судьи отдали ему предпочтение. Периодически локти доносит до цели Тони Джонсон, проявляя активность. Делает он ровно столько, чтобы судья не поднял его в стойку. Вот это уже очень серьезно добивающий локоть. Буквально закрыт один глаз Александра Емельяненко. Ничего он не видит. На инстинктах обороняется. И просто вяжет своего соперника. Да, причем закрыт был на протяжении практически всего третьего раунда. Начинается последняя минута боя. Тони Джонсон по-прежнему в атаке. Периодически вбивает он удары локтями в голову Александра Емельяненко. Александр вяжет. Пытается уменьшить ущерб. Скользят, руки скользят, локти Тони Джонсона в крови обоих. И работа корпуса голова от Тони Джонсона. Мы видим, что максимально активным пытаются быть американский файтер. Пытается забрать концовку этого раунда. Ну и с этим поединок целиком. Как же тяжело приходится Александру Емельяненко. Это действительно испытание. Испытание для российского бойца. Шестой поединок за 11 месяцев. Последние секунды боя. И, судя по всему делу, дойдет мне до судейского решения. А первым оказалось, что это какой-то фантастический исход. Такое количество размеров для тяжелого дивизиона. Розагорского. По завершении главного боя вечера обратимся с локтийским запискам. Леди, чертен. А в конце концов, мы идем к чертежу. Скоро-карты. Таким образом, большим словом судейских голосов в этом поединке зафиксируется Лейзи Челвер. Это большинство ДРОГ! Ничья! Ну что же, ничья. И, возможно, это компромиссное решение. Но обратите внимание, двое судей дали ничью. И один.